Воспитанники детской школы искусств города Нарьинмара приняли участие в концерте детского хора России, который состоялся 23 декабря в Государственном Кремлевском дворце. 23 декабря на сцене Кремлевского дворца звучали известные и всеми любимые песни в особенном исполнении, ведь перед зрителями выступали дети с чистыми и звонкими голосами. Среди представителей всех регионов нашей страны и воспитанники детской школы искусств города Нарьинмара. Сцена тоже была большая, непривычная для нас, но потом как-то освоились и вроде стало хорошо. На протяжении пяти дней ребята группами по 150 человек репетировали с известными дирижерами, учились слушать друг друга, взаимодействовать в таком большом коллективе. У нас были прекрасные дирижеры, которые, мне кажется, отдавались полностью музыке, они прям даже танцевали, то есть прям очень энергично были на сцене. Концерт проходил в сопровождении Российского национального молодежного симфонического оркестра. Это такая школа, которую можно пройти вот именно на этом уровне, вот только на этом уровне, повидав всю эту кухню и поучаствовав в ней. На одной сцене с ребятами выступали звезды российской эстрады, такие как Лариса Долина, Дмитрий Маликов, оперный певец Николай Диденко. Они еще несут огромную энергетику, и ты тоже начинаешь более так шевелиться, что ли, искрепощаться. То есть они когда поют, они это уже делают как с душой. А мы то есть все стоим как бы солдатиком, все вот просто ноты у себя, слова в головах включили. Когда они начали петь, ты вот начинаешь как-то открываться на сцене и как-то более свободно себя чувствуешь. Напомню, детский хор России основан в 2013 году Министерством культуры Российской Федерации и Всероссийским хоровым обществом. В его состав за пять лет вошло более тысячи одаренных детей в возрасте от 10 до 14 лет из всех регионов страны. Екатерина Дементьева, Вадим Стасюк, Телеканал Север.